Сегодня на библейском портале Экзегет мы продолжаем наши беседы по трудным, сложным местам Священного Писания. И сегодня мы рассмотрим такой вопрос. В чем же справедливость Бога, когда Он дает тем, кто уже имеет? Мы будем отталкиваться от Евангелия от Матфея, 13 глава, 12 стих. Я прочитаю этот текст. Это слова Христа. «Ибо кто имеет, тому дано будет и приумножится, а кто не имеет, у того отнимется и то, что имеет». Давайте посмотрим, какое объяснение и столкование нам предлагает святитель Иоанн Златоуст. Хотя эти слова довольно неясны, они заключают в себе непререкаемую правду, ибо они означают, что когда кто имеет желание и рвение, тому и Бог все дарует, а в ком этого нету, тому не принесет пользы и то, что он имеет, и Бог ничего ему не дарует. И что думает, имеет, сказано, отнимется у него? Это не значит, что Бог отнимает, но что не удостаивает его своих даров. Так поступаем и мы, когда видим, что кто-то слушает нас рассеянно, и, несмотря на все наши убеждения, остается невнимательным. Мы, в конце концов, умолкаем. Ибо если будем настаивать, его беспечность еще более усилится, а тот, кто проявляет рвение, мы привлекаем и многое ему сообщаем, проявляя к нему интерес. Конец цитаты. О чем это? О том, что Господь распределяет свои дары между людьми, исходя из того, имеют ли люди дерзновение о Боге или нет. Или, получив какой-то дар, какой-то талант, человек пойдет и закопает его и никак не будет использовать этот свой талант во славу Божию. Вот это очень печально, когда человек получает от Бога дарование, способности, и никак ими не служит Богу своему. В первом послании к Коринфянам, 12 глава, 31 стих, первоверховный апостол Павел пишет «Ревнуйте о дарах больших, и я покажу вам путь еще превосходнейший». То есть, когда мы недовольствуемся тем, что имеем, я имею в виду духовное благо, и начинаем ревновать о большем, то, видя такую нашу ревность и такое дерзновение, Господь явит нам и еще что-то более превосходнейшее. Поэтому очень важно духа не угошать, пророчества не уничижать. И вот когда в храме мы зажигаем свечку и ставим ее перед иконой, вот как свеча, она сгорает вся целиком, так и мы должны пламенеть перед Богом. От первого дня нашего осознанного служения перед Ним до последнего мгновения, когда сияние этой жизни для нас погаснет, и мы войдем во свет Христов. Апостол Павел в этом же послании, 1 Коринфянам, 14, 1 пишет «Достигайте любви, ревнуйте о дарах духовных». Что значит ревновать? Ревность – это такое чувство, я имею в виду ревность о Господе, когда человек стремится приблизиться к Творцу через те дары духовные, которые Господь посылает нам для нашего совершенствования. Как бы мы ни старались бы своими добрыми делами, подвигами заслужить хотя бы один дар от Бога, все дары даются Богом без всяких предварительных условий верующим, когда Господь видит, что этот дар мы не погасим себе, не заглушим его, этот талант не зароем в землю, а приумножим. Не будем об этом забывать. И пасхальный русский старец, преподобный Серафим Саровский, он так и говорил, что смысл жизни христианина – стяжание благодати Духа Святаго. Стяжание – это такое ревностное, рачительное собирание Божьих милостей и Божьих благословений, когда человек использует каждую из милостей божественной, из каждого дарования, которое нам посылает Господь на служение Богу. Как и Господь говорил, «Кесарю Кесарева, а Богу Богова». А о Боге сказано, что всякий дар совершенный исходит от Него. Итак, друзья, берегите себя, подписывайтесь на библейский портал «Экзегет», чтобы вовремя получать информацию о новых беседах. С Богом!